МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Влад Чужой. Мне 45 лет. И да, у меня обострённое чувство справедливости. В 90-е мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Есть проблемы? Будем решать. Со мной в блоге списалась одна взволнованная девочка. Зовут её Лена. Написала, что кто-то вымогает у неё деньги в обмен на безопасность. Я с ней созвонился, кое-как её старался успокоить. Говорил, давай встретимся где-то в кафешке. Она отказалась. Говорит, что боится встречаться. Вообще боится выходить из дома. Короче, едем к ней домой. Будем выяснять, кто ей угрожает. Субтитры создавал DimaTorzok Лена, это Влад. Ну, ты же только что со мной по телефону разговаривала. Вот на измене сидит. Да. Боже мой, Влад, это у меня. Тихо, 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 тихо. Лена, ты что? Да что ж ты такая напуганная-то? Заходите, пожалуйста, заходите. Я вам очень благодарна, что вы откликнулись. Да тихо, тихо. Что ты такая напуганная-то? Вы только не разувайтесь. Проходите. Проходите. Хотите чаю? Я вам чай завалила. Спасибо тебе за чай. Давай-ка рассказывай лучше, что у тебя приключилось, что ты такая напуганная. Ну, не трясись, давай рассказывай, что случилось. Понимаете, мне неделю назад пришло СМС-сообщение. В общем, там было написано, что меня хотят облить кислотой. Ну, и человек, который это написал, он не представился и вообще сказал, что ему пообещали за это заплатить большие деньги. Ну, еще он добавил, что ему меня очень жалко. Если я хочу не испортить себе жизнь, то я должна буду ему эти деньги сама заплатить. А то я очень испугалась. Я ему отправила эти деньги сразу же. Сколько ты заплатила? Пять тысяч. Пять тысяч. Понятно. Дальше что было? Я отправила ему эти деньги и стала ждать. На следующий день пришло СМС, что деньги поступили, но заказчик настаивает на исполнении своего заказа и удвоил сумму гонорара. И если я не скину ему такую же сумму, как ему предложил заказчик, то он выполнит этот заказ. И ты напугалась, короче. А денег у тебя нет, да? Ну, конечно, нет. Я сижу дома целыми днями, уже неделю не выхожу из квартиры. Мне очень страшно. Я вообще думаю, что это кто-то... Нет, я не думаю. Я знаю, что это... Успокойся. Я знаю, кто это делает. Ты СМС-ку сохранила? Дай-ка мне посмотреть. Да, сохранила. Привет. Прости меня, пожалуйста. Один человек заплатил мне за то, чтобы я облил тебя кислотой. Я не хочу этого делать. Так вот, я могу тебе за пять тысяч продать информацию об этом человеке, переписку и голосовые записи. У тебя мало времени в течение двух часов присылать деньги на кошелек. Иначе мне придется выполнить заказ. Время пошло. Ну и что? Какие у тебя подозрения? Вы понимаете, я... Я три месяца назад рассталась со своим парнем. Леша его зовут. И ты думаешь, это Леша сделал? Нет, я не думаю, что это Леша сделал. Просто, понимаете, у нас, в принципе, хорошие отношения сохранились. Мы долго встречались, но романтические чувства угасли, и мы решили расстаться. Но мы в хороших дружеских отношениях. Я вон диван недавно купила, он мне приехал, помог собрать его. Мне кажется, что это вообще его новая девушка, Настя. Знаете, она еще та овца. А мы вообще договорились, что... Мы когда были в одной компании, мы хорошо с ней общались. Я знаю, что это за человек. Мне кажется, что это она. Она просто ревнует, что мы хорошо общаемся до сих пор. Успокойся. И вообще она стрёмная, мне завидует. И ты считаешь, что она тебя заказала, да? Да, я так считаю. Давай сделаем вот как. Я тебе сейчас все объясню. А ты сейчас возьмешь эту смс-ку, Забьешь ее в поисковик и посмотришь, что получится. Да, вот первый попавшийся, прям открывай форум. Ты видишь, что сотни людей получают такие смс-ки. Сотни. Кто-то с юмором на это смотрит, кто-то делится переживаниями. Ты думаешь, ты одна такая? А вот теперь слушай правильный ответ. Смс-ку эту отправляют веерно мошенники. Прямо вот по первопопавшимся телефонам. Где-то воруют базы и отправляют эти смс-ки. В надежде на то, что на 100 отправленных смс-ок найдется вот такая вот впечатлительная лохушка, как ты, которая заплатит деньги. Вот ты пятерку отправила, и этой пятеркой фактически проверили твою платежеспособность. А потом пришла вторая смс-ка. Ты знаешь, срочно нужно добавить денег, да? Ведь так же было. Они галочку поставили, девочка платит. Все, теперь ты на крючке. Поэтому делать тебе ничего не нужно. Просто не реагируй на это никак. Ну, смешно. Пять здоровых дядек тебе приехали, приехала через всю Москву тебя спасать. А ты сидишь, затворницу из себя строишь. А делов-то было ерунду. Взяла бы в интернете, взяла бы посмотрела, посоветовала с кем-то из взрослых. Господи, какая-то... Ладно, все, за чай тебе спасибо. Мы поедем. Не волнуйся и не парься. Все у тебя хорошо. Пока. Спасибо вам большое. Всего доброго. Ну, бред вообще полный. Бред просто. Прекратите на это вестись. Всегда можно все проверить. А уж тем более вот такие копипаст сразу на 5000 номеров проверяются очень легко. Поэтому, мой вам совет. Любое неизвестное СМС не должно у вас вызывать панику. Потому что во время паники вы начинаете делать глупость. Алло, вы на громкой связи говорите. Алло, Влад, здравствуйте еще раз. А, Лена, да. Да, да, да. Я хотела сказать вам еще раз большое спасибо. И, вы знаете, я только что позвонила своему бывшему, вам все рассказала. Набрала все-таки смелость. И там Настя была, она все слышала. Они мне сказали, что никогда бы так не стали делать. И мне так... Все так стыдно, что я про Настю так плохо думала. В общем, спасибо вам большое. Я теперь... Теперь я уверена, что СМС-мошенники писали. Спасибо вам. Ну, Лена, ну, конечно же, не стоило нервничать. С первой секунды было понятно, что все это ерунда. Поэтому все у вас будет хорошо. Не волнуйтесь. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Ну, вот что и требовалось доказать. Занимательное видео прислал мне один из подписчиков по фамилии *** Лев. Давайте-ка посмотрим его. В комментариях он написал, что целую неделю по району собирали людей на некую дегустацию каких-то блюд. А в итоге, по факту, впаривают посуду. Как правило, алюминиевая посуда выделяет окись алюминия, которая задерживается в наших суставах и вызывает болезнь Альцгеймера. Например, посуда из тефлона. Что вы можете сказать о ней? Она не пригорает. Но она горит. Замечательные свойства. Тефлоновая посуда, она вызывает рак нелегких. Да-да, конечно. Все, раковое заболевание. А он прям онколог такой вообще. Что-то я делаю, посуду, например, не щуп. Ведал у него костюм онколога. Ну, в общем, впаривает, вешает лапшу на уши людям. А самое, что смешное, я больше чем уверен, что вся эта история будет стоить каких-то космических денег. Например, вот эта вот посуда. Она имеет термоаккумулирующее дно. Эту посуду выбирает все повара европейских ресторанов, мишленовских и также наших российских ресторанов. Вот он сейчас рассказывает о том, что вся Европа там перешла и т.д. и т.п. Поверьте человеку, я неплохо разбираюсь в кухне этими сковородками. Вот если только что готов помойных гонять. Стоимость этой уникальной посуды 2,5 тысячи долларов. О, это вообще не жалко. Скажете вы, это дорого. Конечно же. Но для того я вас здесь сегодня и собрал, я хочу эту посуду вам сегодня презентовать по значительной скидке. Всего лишь за 40 тысяч рублей и... Редкий бред. Короче, там в комментариях указан адрес. И это совсем рядом здесь. Самое, что смешное, это прямо сейчас происходит. Давайте-ка навестим этих предприимчивых ребят. А вот оно, то самое прекрасное место. Занимательное видео прислал мне один из подписчиков. В комментариях он написал, что целую неделю по району собирали людей на некую дегустацию. А в итоге, по факту, впаривают посуду. Там в комментариях указан адрес. Это прямо сейчас происходит. Давайте-ка навестим этих предприимчивых ребят. Здрасте, здрасте. Давайте знакомимся. Кто у нас такой красивый? Здравствуйте. Как вас зовут? Мы тоже приобрести решили. Да, как зовут вас? Умникальный набор посуды. Денис, что случилось? Здравствуйте, Дениска. Не снимайте. Ну что, покормили вас? Вы же на дегустацию приехали. Бутербродики-то дали? Нет. Не дали? Купили. Не поняли, да, то, что вас сейчас собрали здесь, чтобы вам это барахло продать? Так, не наговаривайте. Так, Дениска, Дениска, спокойная. Вы вот что подписываетесь-то, знаете? Я уже подписала договор, что купила... Не слушайте, подписывайтесь. Дениска, в рассрочку? Да, он нам сказал, что в рассрочку. А за сколько? А что там в договоре? 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей? Да. В рассрочку? Да, да, да. Можно я гляну? Можно. Дениска, стоять. Так, договор. А вы вот этот мелкий шрифт читали? Не какая-то не рассрочка. Это кредитный договор. Кредитный. Вы будете платить по нему 3 года. А что это значит? А что? Это как понимать? А я вам расскажу сейчас, что это значит. Так, Дениска, Дениска, рот закрой. Нет, 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 нет. Рот закрой. А я сейчас расскажу вам, что происходит. Значит, вот это барахло стоит дешевле упаковки, в которую ее привезли. Поэтому компании, которые вот эту ерунду покупают, нанимают таких красивых Денисок, чтобы они впаривали вам эту посуду. Это еще не все. Это еще не все. Вы должны понимать о том, что он-то продает вам за 40 тысяч. Он же понимает, что в кармане у вас 40 штук нет. Это импортный товар. Поэтому у него заготовлены кредитные договора. Он вам чешет по ушам, а вы подписываете, а потом платите три года. Посуда эта полное дерьмо. Никакой-то там не товар супер технологий. У вас хоть сертификат-то есть на нее? Я вас уверяю, сертификаты все есть, но не в офисе. Попробуй, в офисе. В офисе. У него остался мой подписанный. Так, уже подписали. Так, Дениска, договорчик, будь добр. Так, а что? Договор. Договор. Давай. Что? Афилюга? Спасибо за что. Вы подписали? Ну, ничего уже дерить нельзя. Делайте с этим, что вы хотите. Вот я вам рассказал, как есть. Подойди со такими бессовестными пришел на сабланы. Так, тихо, 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 ребята, тихо. Спокойно. Дорогие мои домохозяюшки. Нам не просто так... Тихо, 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 скажите мне, пожалуйста, а кто такой умный, что прислал мне это видео? Это я. Ой, а как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр, вы отличный парень, молодец. Вы так среагировали быстро, что тут развод делают. И тут же оповестили. Вот, благодарите парня за бдительность. Вам большое спасибо. В общем, дорогие мои домохозяйки, будьте, пожалуйста, бдительны. Вас разводят. Спасибо. До свидания. Вот такая вот веселая история. Казалось бы, кому в голову придет покупать посуду, да тем более сомнительного качества за такие деньги, за 40 тысяч. А вон нет. Это целый бизнес. Суть у этого бизнеса одна и та же. Копеечный товар продать за космические деньги. А чтобы заманить вас на эту тусовку, устраивают всякие шоу по типу бесплатных дегустаций, презентаций и так далее. У меня был случай в Нижнем. Там одну женщину развели на 50 штук. Просто за две наволочки и пару простыней. Вот как-то так. Мне в блог люди редко пишут по всяким пустякам. В основном это серьезные какие-то вопросы. Люди спрашивают советы или просят о помощи. Но бывают и приколы. Недавно пришло сообщение от некого льва о том, что помогите, типа, денег получить с живого трупа. И вначале я воспринял это сообщение как прикол чистой воды. Но когда стал разбираться в деталях, понял, что вопрос-то там наш. Там работает машинник. Поэтому я с этим львом договорился о встрече. Буду выяснять подробности. Субтитры создавал DimaTorzok Лев. Здрасте. Привет. Спасибо большое, что вы пришли. Может, кофе? Нет, спасибо. И так бодрые. Ну, рассказывай, Лев, как они тебя так на деньги кинули. Да, прикол. В общем, как было дело. Я работаю с админом. У меня работа сидячая. Стал набирать лишний вес. Решил подкачаться. В качалку записался, купил абонемент. Первое время было очень тяжело. Все тело болело. В общем, жесть. Жесть боль. Ну, да. И, собственно говоря, познакомился я с одной девушкой, которую зовут Юля. Такая симпатичная деваха. Вся такая фигуристая. Она мне, значит, начала помогать, подсказывать, как что там делать. Лев, а она что, там, типа, тренер, там, инструктор или... Да нет, она обычный посетитель. Просто шарит. Я, собственно говоря, ее спросил, типа, сколько ты сама ходишь. Я думал, она, ну, долго уже давно там качается. Оказалось, нифига. Она ходила где-то около месяца. То есть она, типа, за месяц в такую форму в хорошую вошла, да? В этом-то весь и прикол. Дело в том, что она, как мне сказала, использует какой-то то ли протеин, то ли что-то еще какую-то, в общем, добавку, который жир сжигает и мышцы наращивает, и то делает, и все. Ну, там... То есть ты не особо сейчас, да? Ну, я тебе здесь, на берегу-то объясню, на самом деле таких препаратов-то не бывает. Разум. То есть, когда тебе предлагают чудо-препарат в одном флаконе, ты уж прости, это хрень какая-то. Да я, собственно говоря, что на дело-то повелся. Вот. Она мне фотки свои показывала. Типа, вот так вот я выглядел до того, как я начала это все понимать. И теперь посмотри на меня, какая я есть. Я, честно говоря, так загорелся этой идеей. Вот. Идеей, в смысле, нифига не работать с гантельками, а быстренько заглонуть таблетку, и бах, и сразу тебе рельефчик, да? Ну, да, ну... Блин, ну давай, давай, рассказывай. Вот. Я, говорит, специально ездию за ними куда-то в Германию, что ли, куда-то, в общем. Я говорю, ну, привези-то мне тоже. Ну, говорит, да иди, не вопрос вообще. 20 тысяч рублей баночка. Договорился с ней. Ну, вот. После тренировки ей деньги отдал. Она на выходные, короче, туда должна была лететь. Собственно, проходят выходные. Я ей звоню. Абонент, не абонент. Второй день звоню. Ракажки мне. Думаю, что тут нечисто. Нечисто. Ну да, наконец-то до меня дошло. То есть спустя какое-то время в твою голову пришла мысля, что тебя кинули, да? Ну, я же не мог подумать. Так обычно и происходит. Думаешь, как она может, а в итоге может. Давай дальше. Ну вот. Залез я к ней на страницу. Понятно. Смотрю, а там сообщение типа от ее матери, что, мол, так и так, барышня скончалась от сердечного приступа. Недавно пришло сообщение от некого Льва. Помогите типа денег получить с живого трупа. В качалку записался, делаю абонент. Познакомился там я с одной девушкой, которую зовут Юля. Она, как мне сказала, использует какой-то то ли протеин, то ли что-то еще, какую-то, в общем, добавку. 20 тысяч рублей банку. Договорился с ней, ну вот, после тренировки ей деньги отдал. Проходят выходные. Я ей звоню, абонент, не абонент. Залез к ней на страницу. Смотрю, а там сообщение. Барышня скончалась. Ну, что, я от родственников деньги не могу требовать, правильно? Вот, тем более, такое горе. А тут недавно иду по улице. И смотрю, девушка идет с парнем. Я пригляделся, смотрю, я сначала не поверил. Но лицо ее, все черты, все, голос ее, я ее окликнул, она ноль эмоций. Делает вид, что она меня вообще не знает и видит в первый раз. Малый тоже на меня начал наезжать, типа, мол, тебе что, чувак, надо? Он говорит, это Света, а никакая не Юля. Я говорю, как не Юля, как не Света, когда это Юля? Он говорит, чувак, чеши отсюда. Тут я уже стал думать, может, это я что-то, короче, недопонимаю. Вот, потому что так-то лицо ее, все, куртка ее. Единственное, цвет волос другой. Вот. Она стала блондинкой. Ну, то есть, ощущение, что это она стопроцентная, да? Стопроцентная, я говорю, только цвет волос. Хорошо. Вот. И получилось так, что, ну, как-то они меня убедили, то, что я действительно ошибся. И на мгновение я действительно так подумал. Ну, я, собственно, распрощался, пошел дальше. Все еще под... Ну, короче, поставили тебя такое... Состояние, да. В глупое положение тебя поставили, да? Ну, понятно. Потом, когда в себя уже вернулся, я понял, что все-таки это была она. Я вот сейчас в течение разговора прям вот смотрю, у тебя конденсатор на умные мысли. Ты копишь информацию, бах, приходит умные мысли. Русский думает потом. Понятно. Что ты хочешь от меня? Скажи, пожалуйста. Я хочу, чтобы мне вы помогли вернуть мои деньги. Лев, я возьмусь за эту историю, чтобы людям объяснить, что просто человек, вызывающий доверие, это не повод давать ему деньги. Но при этом, Лев, не надо скидывать с весов то, что ты все-таки обознался. И, возможно, у девушки случилось какое-то несчастье. Да не мог я обознаться. Это она была. Лева, давай сделаем вот как. Мне бы за что-нибудь зацепиться. Ты бы вот эту... У тебя есть там телефон или что-то, девчушки? Да, есть телефон, есть фотография. О, отлично. Давай-ка вышли мне на мессенджер. Сейчас, сейчас, сейчас. Отправил? Да, есть. Она? Да. Скажи мне, пожалуйста, то есть вот сейчас она блондинка? Блондинка. Но когда ты занимался в фитнесе, она была вот такая брюнетка? Да. В общем, так, давай на тот же номер отправь мне адрес фитнеса и на всякий случай телефон. Ну так, я пробить хочу. Так она, он уже нет. А, это не важно, я просто хочу пробить, мало ли, там, он на нее оформлен. Хорошо. Есть. В общем, так, будут новости, я тебя наберу. Хорошо. Спасибо огромное. Пока не за что, Лева. Счастливо. До свидания. Все, как обычно, каждый день это слышу. Умная мысля приходит опосля. Сейчас-то он понимает, что его развели. А до этого мысли такой не приходило. Девушка-то хорошенькая, внушает доверие. А вот все концы, скорее всего, ведут в фитнес. По крайней мере, если она там работала, то наверняка оставила какие-то следы. Вот туда мы сейчас и поедем. Женя, Женя. Да, Влад, привет. Я пойду со скрыткой сейчас. Подстрахуй меня второй камерой. Понял дело. Здравствуйте. Вы впервые на нас взяли? Ай, да, я впервые. А вы тренер, да? Да, я бы. Я бы вот с менеджером пообщался бы. Может быть, я смогу? Давайте лучше я с менеджером пообщаюсь, если вам несложно. Позовете? Да, конечно. Хорошо, я подожду. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Влад, а вас? Меня зовут Софья. Софья, раз знакомство. Один мой знакомый, он у вас здесь занимается, постоянный клиент у вас. Зовут его Лев Парков. Короче, ему здесь вот продали без чеков, под видом протеина, продали бодягу какую-то. И человек сейчас практически лечится, у него там то ли отравление, то ли еще что-то. Ну, послушайте, вы уверены, что это, во-первых, на территории нашего фитнес-центра? Да, абсолютно точно. И у вас есть какие-то доказательства? Ну, к сожалению, доказательств нет, поэтому я так чисто пообщаться с ним заехал. А продала ему эту историю вот эта девушка. Вам ни о чем она не говорит, это клиентка, это тренер. Ну, это совершенно определенно не тренер. Очень интересно. Прошу вас, пожалуйста. Это не тренер, конечно же, это одна из наших клиентов. Да? А если она ваша клиентка, может быть, поделитесь? Она же как-то по паспорту оформляла у вас. Ой, нет, вы знаете, к сожалению, информацию о наших клиентах мы не можем разглашать. Поэтому вряд ли я чем-то могу вам помочь. Но о какой-то торговле, передаче денег, мне ничего не известно. И у нас нет таких данных и такой информации. Ладно, спасибо. Меня за что все выгодно. До свидания. Я просто забыла сказать. Не забыла, ну, просто не было подходящего момента. Дело в том, что эту девушку уже не первый человек ищет. Вот Константин ее искал. Если это вам поможет, я могу его набирать. Ну да, было бы любопытно. А что вы сразу-то не сказали? Что-то испугались директора своего. Ну, мне неудобно было. Слушайте, ну, спасибо большое. До свидания. Счастливо. Телефончик обломился. Некто Костя ищет эту Юлю. Надо попробовать позвонить этому Косте. Мало ли, наши интересы пересекутся. Может быть, информацию какую-то узнаю. Так, 8, 920. Алло. Алло, это Константин? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Влад Чижов. Телефончик ваш мне дали в фитнес-центре. Вы там Юлю разыскивали? Я вот Юлю тоже ищу. Ну, не знаю, может быть, мы с вами повидаемся. Я бы хотел выяснить кое-какие обстоятельства в вашей встрече. Я снимаю программу на телевидении. Реалити-шоу решала на канале Че. Может быть, слышали? Нет, честно говоря, нет. Это программа о мошенниках. Вот я думаю, что Юля мошенница. И, возможно, пообщавшись с вами, у меня будет какая-то информация об этой девушке. Так, ну, хорошо. Я сейчас еду в торговый центр, буду на футкорте. Может быть, вы подъедете, там встретимся. Только не понимаю, причем здесь мошенничество. Ну, вот как раз мы и поговорим. Хорошо, тогда я вас там буду ждать. Все, до встречи. Ага, до встречи. Ну, а теперь поехали. Ну, а теперь поехали. Ну, что, пойдем встретимся с этим Костей. Наверное, лучше без камер. Возьму с собой барсик. Алло. Костя, я на футкорте уже. А как тебя найти-то? А, все, а я обижу тебя. Ага. Здравствуйте. Привет. А, все, не надо, понял. Слушай, ну, ты уж прости, что я так прерываю твой день. Ты мне скажи, вот, ты вот эту Юлю ищешь. С какой целью? На похороны хотел съездить. Вы знаете то, что она умерла? Ну, скажем так, я знаю то, что все знают. Вроде как умерла, а может и нет. Не знаю. Ну, а ты там писал ей на страничку или что? Страница удалена уже. Уже удалили страничку. А вот эту вот историю с протеином, с этим, это она тоже тебе посоветовала, да? Ну, да, она... А ты деньги ей давал, аванс, да? Ну, да. 20 тысяч, да? Да. Короче, она уехала в Германию покупать и все, да? И ты больше ее не видел. Ну, насколько я знаю, вот, что через несколько дней после этой истории она как раз-таки умерла. Ну, я тебя понял. Жаль, понравилось мне. Да я так и понял, что она тебе понравилась, поэтому ты так колотился с ней встретиться, поискал ее. Слушай, а ты вот говоришь, что ты в таких дружеских отношениях с ней, ну, знаешь, где живет она, наверное? Нет, как-то вот разговор не заходил у нас с ней об этом. Не заходил, да? Нет. Ну, может, машину знаешь, там, номер автомобиля как-то? Ну, как-то с тренировки, по-моему, выходил, прям, видел, она в машину садилась. Номер, кстати, запомнил. 0.5. Да, такой номер сложно не запомнить. Харитон, Елена, Роман. Понятно. Да, вот, а вы что-то говорили вроде того, что она не умерла, что там какая-то история... Не могу тебе точно сказать, там, живая она или не живая, информации, только то, что она сказала, то, что все говорят, что она умерла, больше никакой информации нет. Вот. Другой вопрос, что есть у меня ощущение, что мошенница она, всех она вас дурней просто кинула, взяла у вас предоплату за протеин и просто скрылась. А чтобы вы ее не искали, написал, что умерла. Вот у меня такое ощущение. Но еще раз повторю, может быть, действительно с девочкой случилось несчастье. В любом случае, буду проверять. Если, скажем так, выяснится, что она не очень умерла, так, не совсем, ну, я твой номер знаю, дам об этом знать тебе. Да, конечно, это обязательно надо. Давай-давай, не налегай на эту историю. Ну, хорошо. Пока. Все, добро. Крепыш-то наш наминает куриный фастфуд, который битком забит антибиотиками и прочей химией. Лучше бы он с таким же упорством напирал бы на гантели и подтягивался. Толка было бы больше. Ладно, теперь по делу. Что мы знаем? Наша красотка Юля у наших этих двух ребят, которые мечтали быть культуристами, взяла по 20 штук. Итого 40. А потом уехала, типа, уехала в Германию за товаром, после чего типа умерла. Что мы имеем? Мы имеем автомобиль за номером 5 с неприличным префиксом Харитон Елена Роман. У меня есть в телефончике один бот. На мессенджеры, который очень быстренько эту машинку пробьет. И не только по фамилии хозяина, но и по адресу. Сейчас, секунду. Вот что мы имеем. Первый конкретный результат. Мы имеем, что хозяйкой машины является некая Оксана. То ли наша Юля совсем не Юля Оксана, то ли просто ездит на чужой машине. Но все ответы будут по адресу переулок 12, строение 2, квартира... Так что едем в адрес. Все ответы будут там. Вообще жива это наша мадам или не очень? Поехали. То, что Юля это, машинница, я уже практически не сомневаюсь. И будет она отматывать свою тему с авансами за псевдопротеин до тех пор, пока схема эта не схлопнется. Так устроен мозг мошенника. Поэтому пострадавших, кроме этих двух крепышей, Льва и Константина, может быть вообще десяток или два. Но фитнес, в который мы сегодня утром ездили, как выяснилось, сетевой. И по своему абонементу эта Юля может заявиться в любой из этих фитнесов. То есть она может взять 5-6 авансов в одном фитнесе, идти по потом умереть, переехать на другую площадку и сделать все то же самое. Ничего ей не мешает. Так что я очень надеюсь, что та девушка Оксана, к которой мы сейчас едем в адрес, и есть та самая Юля. КОНЕЦ Здравствуйте. А Оксана дома? Да, это я. Вы? Вообще-то я ищу другую девушку. А что за камера? Вы уберите, пожалуйста. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. Я давайте вам объясню, кто я такой, зачем я пришел. Зовут меня Влад Чижов. Я снимаю программу реалити-шоу «Решал» на канале Че. И, в общем, я фиксирую на видео все свои расследования. А еще я вот эту вот девушку. Сейчас, секунду, я покажу ее фотографию. Вот эта девушка. Ну, да, это сестра моя Маша. Маша? Даже теперь Маша. А вы в курсе, что это ваша сестра кидает людей на деньги, потом прикидывается мертвой и растворяется просто? Не может быть такого. Ну, может или не может. Зайдите, чтобы соседи уши не грели. Хорошо. Не разувайтесь, проходите. Вы, позвольте, я разденусь. Жарко у вас. Где можно присесть? Вот сюда, посажите. Спасибо. Ну, расскажите, она вообще у вас нормальная девочка, да? То есть, то, что я вам сейчас рассказал, это на самом деле не плод, там фантазии есть, реальные пострадавшие, которых она на деньги кинула. Ну, а вообще, говорила она, о чем на жизнь зарабатывает? Ну, говорила, что в фитнесе подрабатывает. Кем, что она там делает, я не знаю. Она находит в фитнесе всяких лохов, предлагает им какой-то протеин контрабандный. Якобы она привезет его из-за границы, берет у них предоплату, потом прикидывается мертвой. В соцсетях пишет якобы от лица мамы о том, что, простите, девочка умерла, сейчас будут похороны. И все, и сливается. В одном фитнесе такое делает, в другом. Вот чем она занимается. Слушайте, я вообще ничего сейчас. И что, и что, и что делать теперь? Поэтому я просто вас спрошу, она вообще нормальная у вас девочка? Ну, нормальная, ненормальная. Она работать не привыкла. Она жила тут два года с одним. Он старше ее в два раза. Он ее всем обеспечивал. Потом как в трусах забрал, так и выгнал. Видимо, надоело. Ну вот, нашла себе, видимо, занятие. Это реальный срок. Ее укатают по 159-й статье. Понимаете? А что делать теперь вообще? Что делать, что делать? У меня нет задачи укатать ее в тюряжку. Нет задачи. Важно, чтобы она вопрос просто решила. Есть два конкретных пострадавших, у кого она взяла уже деньги и типа прикинулась мертвой. Так они ее на улице опознали. Идиотка просто. Идиотка. Короче, устроите с ней встречу. Там причину какую-нибудь найдите. А что сказать? Ну, придумайте какую-нибудь там. Я не знаю, подарки любит она. Скажите, что подарочек... Конечно, конечно, любит подарки. Конечно, подарки. Скажите, подарок приготовили. Надо срочно увидеться. Алло, Маш, привет. Ты сейчас где? В фитнесе. Хорошо. А ты сможешь подъехать ко мне? Я тебе сюрприз приготовила. Подарочек купила тебе. Не получится. А если я к тебе подъеду тогда? Ну, не терпится тебе отдать. Да, очень такой сюрприз классный. Давай, говори адрес, куда подъехать. Ага, хорошо, все. 28 сейчас выезжаю тогда. Давай, до встречи. Давайте так, Оксана. Я сейчас пойду вниз, подожду вас внизу. Я надеюсь, мы здравомыслящие люди. Вы сейчас не кинетесь ей там перезванивать, что мы на хвосте сидим. Задача с ней разобраться, вывести ее на чистую воду. Вы уж простите, ей надо в мозги вправить. Просто вправить мозги. Я еще... Я еще... Потому что то, что она делает, это глупость откровенная. Это просто... Все, давайте, я вас жду внизу. Да, спасибо вам. Сейчас, Даня. Смотрю, девушка идет с парнем. Но лицо ее, голос ее, единственный цвет волос другой. Она была вот такая брюнетка. Вот эта девушка, если она ваша клиентка, она же как-то по паспорту оформляла у вас. Константин ее искал. Если это вам поможет, я могу его номерать. Ну да, было бы любопытно. Ну, может, машину, знаешь, там номера выкобили. Хозяйкой машины является некая Оксана. Да, вот и я. Вы? Да. Вот эта девушка. Это сестра моя Маша. Маша? Это реальный срок. Ее укатают по 159-й статье. Устройтесь с ней встречу. Маш, привет. Ты сейчас где? Ладно, будем вызывать наших качков для встречи с этой прекрасной дамой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Константин, это Влад. Добрый день, Влад. Константин, бросай все дела, записывай адрес. Улица... Дом 28. Это здание фитнес-центра. Срочно туда дергай. Я тебе организую встречу с твоей как бы покойной Юлей. Нашлась она? Да, понятно, понятно. Так, да, как раз недалеко. Все, давай, до встречи. Все, да, до встречи. Так, и нам еще надо вызвать этого сисадмина. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Лева, это Влад. Нашел я вашу девочку. Никакая она не покойница. Так что срочно бросай все дела. И выдвигайся, пожалуйста, по адресу... ...28. Это здание фитнес-центра. Прямо сейчас. Спасибо, понял, понял. Еду. Давай. Все, садитесь, ремень пристегивайте. Не удивляйтесь, короче, я вызвал двух пострадавших. Тех, кого она уже кинула. Так что поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Машей точно ничего не сбудет? Если деньги отдаст, ничего не будет. Мозги только и вправьте. Хорошо, я еще от Супы звоню. У нас с ней вообще разберется. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, смешные номера. Это правда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Асан, вы звонила ее? Да, да, я звоню. Маша, ты где? Она красотка. Вот какая Маша. Ну, чего? Довольная такая. А что это? Ты дура тупая. Ты у людей деньги берешь, они потом ко мне приходят. Охренела ты! Иди сюда! Послушай, детка, разговор будет либо сейчас, либо он будет в другом совсем месте. Ты людей кидаешь. Ты у людей деньги крадешь. Ничего, о чем, о чем вообще, я ничего не понимаю. Я ни у кого ничего не крала. Класс, глаза такие сделала. Ты идиотка, на работу надо ходить, понимаешь, как все нормальные люди. Я работаю. Что ты тут, кому что-то это продавала? Что ты там накачать, да, там, или что там надо накачать? Я ничего никому не продавала. Мозги тебе надо накачать. Что это вообще, а? Зачем меня снимать, что это? Ты людей обманываешь. Ты обманываешь людей. Меня обманывало никого. Никого ты не обманывал. Нет, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Дима, Дима, выйди на связь. Что это? Ребята приехали. Ты сестра после этого? Проводись сюда, ребят. А ты сестра после этого? Чем они меня снимают? Значит, говоришь, ты никого не обманывала, да? Нет, я вообще не знаю, о чем вы. То есть ты такая чистая вообще, просто козочка вообще. Слушайте, ну никто не чистый, ну я никого не обманывала, не надо тут. Ну вот сейчас и посмотрим. Костя, Лёва. Ну что? Узнаешь? Все, хватит снимать, все, не надо. Куда, куда, куда? Давай-ка, послушай. Ну что, опять будешь говорить, что я обознался, да? Хорошо, нынче, покойнички-то выглядят. Я же не хотела ничего плохого. Что значит, ты не хотела ничего плохого? Деньги возвращай. Нет, у меня денег, какие деньги? Послушай сюда, деньги верни, это все несерьезно. Нет денег, вы что думаете? Да кого это волнует, что у тебя нет денег? А когда они у тебя бывали вообще? Почку продаж. Деньги возвращай. Возвращай. Да нет ничего, а что я могу вернуть? Потратила все, молодец. Ну конечно, потратила. Что я кропить должна, что ли? Ребят, сколько мы вам должны? Потому что я предполагала. Ну, у меня 20 тысяч. Я взяла с собой немножко. Я отцу позвоню, он тебе голову оторвет. Отец тут причем вообще? Зачем его отписи там выкутывать? Илодка просто. Ты это с травмом не этого, да? Так, ну что, ребята, довольны? Спасибо большое. Все, будьте осторожны и не влетайте в такую историю больше никогда. Спасибо большое. Все, Лева. Оксана, на этом все не заканчивается. Надо, чтобы с ней ты провела беседу, потому что вот этих двух, я нашел, они как бы вышли. Я думаю, что она кинула с десяток, с полтора так людей. И как бы, если они объединятся через соцсети, будет уголовное дело. Оно вам надо? Ну, конечно, я поняла, да, Влад, спасибо большое. Деньги нужно отдавать. Все. Спасибо вам большое. Все, Оксана, до свидания. Иди, одевайся, что ты встала? Ключи мне верни от машины. Разъезжает она. Бегом давай. Ну вот какая у них мотивация, у этих девочек и мальчиков, которые придумывают себе псевдобизнес просто для того, чтобы взять аванс. Ведь рано или поздно тебя найдут и оборвут тебе уши, если ты украл чуть-чуть. И расшибут башку, если ты обидел много людей. А что касается этих двух крепышей, этого Костю и Леву, тут ответ один. Как только вы хотите результат сразу, сейчас, не прилагая никаких усилий, ваш мошенник уже вас ждет. Вот как-то так. КОНЕЦ